В ответ на сбитый беспилотник Трамп приказал ударить по Ирану, а потом вдруг передумал, пишет New York Times. Последнее заявление, вряд ли иранцы сделали это специально, прозвучало уже после встречи с лидерами Конгресса в ситуационном центре. Сообщается о том, что флот США в заливе приведен в полную боевую готовность. Иран сбил уже шесть беспилотников, сегодня показал очередные обломки. На авиасалоне «Лебурже» министры обороны Германии, Франции и Испании подписали договор о создании нового европейского суперистребителя. К 1940 году на эти цели может быть потрачено 500 миллиардов евро. Самолет станет ядром системы вооружений нового поколения, которая объединит пилотируемую и беспилотную авиацию, а также наземную бронетехнику и флот. На западе Англии прошла суточная забастовка водителей автобусов. Профсоюз добивается подъема зарплаты и улучшения условий труда. В Саутгемптоне прошли предупредительные демонстрации, новые забастовки намечены на июль. В Тбилиси назревает Майдан после того, как ночью полиция с трудом усмирила оппозицию, возмущенную выступлением в парламенте российского депутата Гаврилова. Дома член КПРФ Гаврилов возглавляет думскую группу по защите христианских ценностей, а в Грузии проводил заседание Межпарламентской ассамблеи православия и нечаянно занял кресло спикера. Теперь Саакашвили зовет всех на борьбу с оккупантами. В Гонконге возобновились протесты. Митингующие требуют не временного, а полного отказа от закона об экстрадиции и отставке местных властей. На сей раз они окружили не только здание городского совета, но и полицейское управление. В Тушинском тоннеле новая протечка, из-за которой навигация по каналу имени Москвы не будет восстановлена. Об этом сообщает коммерсант. Судовладельцы несут миллионные убытки, туристическая навигация почти остановлена. В прошлый раз размыв грунта произошел в январе. Эксперты винят проектировщиков. Мусульмане Екатеринбурга направили видеообращение Путину с просьбой помочь со строительством соборной мечети. Проект существует давно, но сейчас почти на том же месте планируют разместить ледовую арену. Ранее, после конфликта с горожанами, местная епархия отказалась строить храм в сквере, чтобы, цитата, «не давать дьяволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». После столичной акции в поддержку журналиста Голунова три дагестанские газеты вышли с обложками со слоганом «Я, мы, Абдулмумин Гаджиев». Таким образом, редакции пытаются выразить поддержку сотруднику отдела «Религия» издания «Черновик», который был арестован по подозрению в финансировании терроризма. В связи с переходом на цифровое вещание в России резко вырос спрос на телевизоры. С января по апрель продажи выросли на 12%. Продано 2 миллиона телевизоров на 47 миллиардов рублей. Правда, в основном это самые дешевые китайские аппараты.